Доброго дня. Я надеюсь, меня видно, слышно. Не знаю, правда, куда писать. Можете что-то сказать голосом, наверное. Но я надеюсь, меня видно и слышно, потому что я уже проверила звук. У нас сегодня ответы на вопросы по психологам, потому что психологи очень много пишут вопросов, разные чаты, как продвигаться. И первый, конечно, самый популярный вопрос, как заработать первые 100 тысяч рублей. Сегодня расскажу прям пошагово. Как заработать первые 100 тысяч рублей? Первые 100 тысяч рублей может заработать даже студент. То есть, будучи студентом, психологом, если вы особенно уже начали консультировать, то есть у вас уже достаточно опыта для того, чтобы заработать свои первые 100 тысяч рублей. Самое главное – это определиться с нишей, с целевой аудиторией, с тем, что вам интересно. Ну, давайте по шагам. Первое, конечно, это ниша. Вот мы как раз сегодня в клубе разбирали эту тему, как определиться со своей нишей. Этого очень много в соцсетях. У меня на YouTube-канале везде очень-очень много, как найти свою нишу. Про это более подробно могу отдельно прям прямой эфир конкретно рассказать. У нас прямой эфир короткий на 15 минут всего. У нас по понедельникам, каждый понедельник будет вот в этом телеграм-канале короткие прямые эфиры. Итак, вот сегодня по шагам. Первое определили нишу. То, что вам интересно. Еще раз, вот то, что вас увлекает. Очень многие психологи, к сожалению, путают нишу. Это то, что жизненно и насущно. Это то, что у людей уже болит. Это то, что люди хотят решить. Это то, о чем люди просыпаются и думают. Ага, хочу заработать больше денег. Хочу родить ребенка. Хочу выйти замуж. Хочу чувствовать себя лучше, потому что здоровье плохое. Хочу заняться спортом. Хочу, что еще, жениться. Хочу машину починить. То есть какие-то у них насущные проблемы. Это и есть ниша. Это то, чем вы можете помогать. Машину починить нет, но в своей области психологической то конкретно, что вы можете делать. Вы помогаете. Это ниша. А психологи очень часто почему-то думают, что ниша – это метод, которыми они обладают в большом количестве. То есть психологи ходят, изучают КПТ, гештальт, психодраму, что там еще, метафорические карты, ходят, изучают системную семейную терапию и так далее. И это не ниша. Еще раз, это не ниша. Арт-терапия – это не ниша. Это метод, которым вы работаете, понимаете. То есть не надо путать метод, которыми вы работаете, методики. Вообще у вас очень много может быть методик, которыми вы работаете. И ниша. Ниша, еще раз, это насущные проблемы, которые есть у людей, с которыми они просыпаются, и они прям этими же словами их и формулируют. У нас в клубе есть список из 70 ниш, которые уже есть на рынке. Основные темы в нишах – это общие, еще раз, общие ниши, потому что есть под ниш очень много. Общие ниши – первая, конечно, это тема отношений. Вторая тема – это денег, работы. Третья тема – это тема здоровья. И четвертая тема – это тема планирования, времени, эффективности и так далее. Вот четыре темы, в которые можно впихнуть все остальные ниши уже под ниши, вот такие более тонкие. И более, потому что когда ко мне приходит психолог и говорит, что у меня ниша отношения – это слишком широко. Вот прям совсем широко. Поэтому я рекомендую взять, например, тему измен или тему разводов, или тему как найти партнера. И это уже более тонко, вы уже будете попадать прямо в конкретную целевую аудиторию. Ну, это вот то, что коротко. Первый шаг – вы определились с нишей. Еще раз, вам должно быть самим интересно, потому что если вам неинтересно, вы завтра проснетесь, никакой пост делать не будете, рилс никакой снимать не будете, и прямой эфир вам тоже неинтересно будет вести. Я занимаюсь психологами уже 11 лет, поэтому могу говорить на эти темы бесконечно. И мне до сих пор это нравится, мне до сих пор нравится общаться с психологами. Следующий шаг – это целевая аудитория. Чем лучше вы определите запросы и более целевой аудитории, тем вам будет легче продавать. То есть вы будете с людьми на одной волне. Я помню, как одна из моих студенток, она сказала мне удивительную фразу. Она сказала, Ира, после твоих встреч, мы встречались с ней индивидуально, она говорит, я захожу в метро, и я начинаю смотреть на людей. То есть я не думаю про себя, а какие у меня проблемы. Я начинаю смотреть на людей. То есть фокус переместился на других людей, и я начинаю думать, ага, вот какие проблемы могут быть у этой девушки, а что ее волнует, а какие проблемы у этого парня, а чего он хочет. Ну, то есть у вас еще раз фокус меняется. То есть если первая часть, вот она больше фокуса на себе, какая ниша, что мне нравится, вторая часть фокуса, она как раз на людях. То есть а что люди-то хотят, а чем я-то им могу помочь. То есть здесь вы уже как раз ищите вот эти пересечения интересов. Как я говорю, знаете, представьте весы, и вот на одной чаше весов висят ваши там ниши, ваши интересы, и на другой чаше весов висит интересы вашей целевой аудитории. То есть чего они хотят. Я в клубе давала подробный разбор методики Jobs to be done. Это другая методика, которая как раз помогает нам определить все боли и все запросы, чего хочет конкретный человек в конкретный период времени, в конкретных обстоятельствах. То есть это тоже очень хороший способ изучить вашу целевую аудиторию и те потребности, которые у нее есть. То есть здесь уже вот как раз, смотрите, когда ко мне приходит психолог опять и говорит, что у него целевая аудитория девушки от 25 до 55, которые хотят выйти замуж, девушки, женщины, конечно, это очень круто, но вам это будет очень сильно мешать сфокусироваться в социальных сетях. Поэтому я рекомендую сузить целевую аудиторию до какого-то плюс-минус более-менее конкретного возраста, потому что еще раз, задачи у девушки в 25 лет, которая хочет выйти замуж, у нее одни, а задачи у женщины, которая после 50-ти хочет выйти замуж, найти партнера, у нее совершенно другие. И если вы будете писать и для тех, и для других, аудитория, одна аудитория какая-то будет выпадать. А если вы еще там для третьей аудитории будете писать, например, женщины, которые в разводе, но которые не хотят выйти замуж, но они хотят найти партнера просто потому, что им там, не знаю, хорошо быть с партнером, там, сексом заниматься, хорошо, там, не знаю, детей вместе растить, куда-то вместе ходить, путешествовать. Они, может, замуж вообще не хотят. Ну, то есть у них вообще третья задача. То есть, понимаете, и у этих аудиторий у всех разные задачи. Вам сложно будет в соцсетях транслировать что-то на разные аудитории. Поэтому все равно сужайтесь, сужайтесь. Еще раз, выбирайте более узкую целевую аудиторию. У меня есть вебинар очень хороший. Теория пяти единичек называется. Если вы найдете в соцсетях, может быть, его нет в открытом доступе, а может быть, и есть, посмотрите. Вот теория пяти единичек. Там, где я как раз рассказываю, что вы выбираете одну целевую аудиторию. Если вы хотите зайти в социальные сети, то это одна целевая аудитория, одна социальная сеть, один источник конверсии, одна ниша. Понимаете? Ну, то есть у вас, вы сужаетесь еще раз вот до одного, когда вы, смотрите, еще раз, это путь для начинающих. Если вы хотите зарабатывать уже 200, 300, 500 тысяч, миллион, 5 миллионов, 10 миллионов, теория пяти единичек не подходит. Вам, чтобы для 100 тысяч, еще раз, теория пяти единичек – это самое лучшее. Потому что что сейчас происходит? Происходит расфокус. То есть психологи такие и там пишут, и в ВКонтакте, пишут, и в Инстаграме что-то делают, и рилсы, и шотсы снимают, и что-то вот этот разброс такой. Фокуса внимания не хватает, энергии не хватает. Я сама не представляю, если бы я все одна, все вот это делала, я бы не выдержала. У меня очень грубые клиенты, которых тоже нужно вести. Я бы не выдержала, поэтому, конечно, я рекомендую сфокусироваться, сфокусироваться. Еще раз, одну нишу выбрали, одну целевую аудиторию выбрали, и еще раз, одну социальную сеть. Не введите 150 социальных сетей. Либо если у вас есть помощник, тогда помощник может вести остальные соцсети. То есть вы публикуете в одну соцсеть что-то, а помощник вам помогает распространить во все остальные социальные сети что-то. Иначе происходит вот этот вот расфокус, расфокус. Итак, первое 100 тысяч рублей. Вы выбрали, у вас есть ниша, у вас есть целевая аудитория, вы уже знаете конкретно, как и чем вы можете помочь. Следующее, что вы делаете, вы составляете программу. То есть вы составляете программу на три месяца работы. Не работайте с разовыми запросами. Можно работать, я тоже работаю иногда. Да, очень редко за 50 тысяч рублей я беру одного человека с одним запросом и работаю. То есть одна встреча стратегическая может человек ко мне прийти, заявить какую-то тему. Я ему за 50 тысяч все подробно расскажу, разберу, помогу. И как терапевт могу еще поработать и сказать, где у него там что мешает. Ну, то есть это вот 50 тысяч стоит. Но если вы хотите зарабатывать стабильно, если вы хотите работать с клиентами стабильно, чтобы у клиента были результаты, конкретные результаты в конкретной вашей нише, то это длительная работа. Я уже 150 раз говорила на всех своих вебинарах, что это длительная работа. Она всегда имеет свои преимущества. И клиент заинтересован в длительной работе получить результат. И вы заинтересованы в том, чтобы работать с одним клиентом, быть включенным в этого клиента, помогать ему всячески и стабильно, опять же, получать свой доход. Ну, то есть все получают в этой позиции, еще раз, в длительной работе выигрывают все. Для этого, конечно, я рекомендую изначально встречаться с клиентом и давать ему возможность познакомиться с вами. 10-15 минут индивидуальная бесплатная диагностика, консультация, для того, чтобы понять, вы подходите друг к другу или нет. А вы можете решить эту задачу или нет, потому что может клиент прийти и вам заявить ту тему, с которой вы не работаете. Я, например, не работаю с зависимостями, а если психолог говорит, что он работает со всеми темами на свете, понимаете, такое магазин Ашан, продаю все, это тоже нормально абсолютно. Но если я хочу купить, например, хорошие какие-то солнечные очки, то я иду в специализированный магазин и покупаю там дорогие, хорошие солнечные очки. Понимаете, если мне нужны вот такие тоже очки, я тоже иду в оптику, а не покупаю их на рынке, где продают все, или в магазине Ашан, в котором продают все. Точно так же клиенты, которые ценят услуги психолога, которые готовы работать с психологом и которые относятся к этому серьезно, они приходят и ищут психолога, который работает точечно с какими-то конкретными темами. Кстати, в тему отношений туда же, например, входят отношения между подростками и родителями. Это тема, в которой я работала два года. То есть это очень узкая ниша. Когда вы идете и работаете с подростками и их родителями, и в этой области, ну, во-первых, всегда есть поток, потому что подростковый возраст всегда проблематичный, всегда ищут психолога, и это тема, которая всегда будет горячей. Поэтому еще раз, вот прям заходите в эту нишу. Те, кто готов, те, кому интересно, те, кто знает, понимает в этой нише, прям вот welcome. Что еще? То есть вы выбрали еще раз одну социальную сеть, выбрали источник конверсии, ну, вот одну какую-то социальную сеть и способ конверсии. Способ конверсии – это когда вы, каким способом вы привлекаете клиентов и каким способом вы продаете клиентам. То есть привлечение клиентов может быть абсолютно разное, потому что привлечение клиентов – это когда вы делитесь каким-то полезным контентом. Вы выступаете на конференциях, онлайн-конференциях, живых конференциях. Вы организуете какие-то мастер-классы сами, либо вам организаторы организуют. И таким образом люди к вам подписываются, подписываются, подписываются на вас, и где-то в одном месте вы их собираете. Вот это место какое-то, любая социальная сеть. Еще раз, вот мне интересен Телеграм, я люблю говорить голосом, люблю выступать публично. То есть мне интересен Телеграм, и я больше собираю, конечно, людей в Телеграм. И на Ютубе у нас есть много подписчиков, у нас есть подписчики в Инстаграме, у нас есть рассылка. Но опять же, у меня команда, у меня команда сейчас сколько там, я не знаю, 7-8 человек, у нас уже много, большая команда. Когда вы один, еще раз, выбираете что-то одно, выбрали Телеграм или выбрали ВКонтакте, и все, начинайте туда публиковать каждый день. Каждый день какие-то контентные материалы, прямые эфиры, то, в чем вы разбираетесь. У вас программа есть, вы на 3 месяца спокойно продаете. Всегда берете деньги вперед. Это очень важно. То есть вы всегда берете деньги вперед, чтобы клиент не думал о деньгах, и чтобы вы не думали о деньгах. Как продавать на первой диагностической встрече? Есть всегда тонкости, есть всегда какие-то нюансы, поэтому я всегда даю своим обратную связь по... Они мне присылают записи, я разбираю эту запись и всегда даю обратную связь, а что, а как продавать на первой встрече. У нас есть мини-курс за 990 рублей, кто еще не покупал. Там я очень подробно рассказываю, как продавать на бесплатных диагностиках. Кстати, у нас в среду будет разбор по деньгам, потому что то, к чему я пришла. Психологи могут выстроить практику, могут найти нишу, могут найти целевую аудиторию, могут начать писать в социальных сетях. Многие приходят и говорят, Ирина, я пишу, 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 я снимаю, 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 я говорю, говорю, говорю. Никто ничего не покупает, плохо покупают, клиенты уходят, клиенты не платят вперед и не платят пакетами. Поэтому я пришла к денежной теме. Ну, то есть я поняла, что есть что-то глубже, а это как раз деньги, тема денег, которая мешает продавать. Поэтому я делаю вот эти денежные разборы, делаю групповые какие-то встречи, кучу тоже полезных материалов по деньгам в группе «Деньги в кайф». Потому что, еще раз, тема денег настолько болезненная, настолько глубокая, что просто-напросто мешает психологам зарабатывать. Потому что с темой денег не разобрались, а с темой денег у нас очень мало кто работает. То есть мало кто знает все-все тонкости, которые касаются именно финансовых травм. Поэтому сейчас разрабатываю свою методику, чтобы как раз психологам, вообще экспертам и предпринимателям сразу понимать, что им мешает. Зарабатывать деньги. Тема денег, еще раз, очень болезненная. Всегда, практически всегда, на всех встречах плачут люди, потому что касается болезненных отношений с мамой, с папой, с бабушками, с дедушками. Все, что в детстве там было заложено по поводу денег, вот оно, все это всплывает. И именно это мешает, к сожалению, психологам дальше продвигаться, дальше зарабатывать. Бояться повысить цены, бояться, ну вы можете прямо вот писать, спрашивать про деньги, очень много, бояться заявлять цену. Еще раз, вот самый начинающий психолог, который только что закончил университет, который закончил какие-то курсы практически, составил свою программу, пишет, что-то делает, может заявлять минимальную стоимость, я считаю, что 30 тысяч рублей за один пакет консультаций, 10 консультаций или 12 консультаций, как вы хотите. 30 тысяч рублей – это нормальная сумма. 30 тысяч рублей заплатить может любой более-менее человек, который зарабатывает, у которого есть деньги, 30 тысяч, он может заплатить за работу с психологом. Еще раз, 30 тысяч рублей, вот они ваши 100 тысяч, вы находите трех человек, которым продаете, четырех, хорошо, четырех человек, которым продаете пакет по 10 консультаций за 30 тысяч рублей, минимально. Вот они ваши 100-120 тысяч рублей, вы уже заработали, понимаете, 100-120 тысяч вы всегда заработали. Если вы нашли трех-четырех клиентов, трех-четырех клиентов, поверьте, намного легче найти, чем 33-34 клиента, которые вам заплатят по 3 тысячи рублей. Это намного сложнее. Я не смогу найти клиентов 33-34 человека, которые мне заплатят по 500 тысяч рублей. И я смогу всегда найти трех человек, которые мне заплатят по 500 тысяч рублей, понимаете. Поэтому вот у меня сейчас пакет консультаций, индивидуальных стоит 500 тысяч рублей. Если, еще раз, найти задачи 33 человека, я скажу, нет, я не найду столько, я столько и не возьму в работу. А если задача стоит найти трех человек, которые заплатят по 500 тысяч рублей, и вот они ваши полторы миллиона, но мы работаем с командой, у нас там личный бренд выстроен, и так далее, и так далее. Не равняйтесь в этом плане сейчас на меня. Начинайте с 30 тысяч. Еще раз, 120 тысяч своих вы всегда заработаете. Трех клиентов своих вы всегда найдете. Сколько бы у вас ни было подписчиков, даже если у вас 100 подписчиков, вы всегда найдете трех клиентов, у которых есть конкретная тема, которой вы конкретно можете помочь, понимаете. Поэтому еще раз, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, как заработать первые 100 тысяч рублей. Задавайте еще вопросы и приходите на денежные разборы. Будут в среду, то есть вот точно так же по понедельникам у нас с вами в 15.00 по Москве в этом телеграм-канале. У нас ответы на вопросы для психологов, и в 15.00 по средам у нас будут денежные разборы. Это групповые денежные разборы. Встреча будет в Zoom, чтобы я вас видела и сразу могла сказать, где, что, как мешает вам зарабатывать, и как вам выйти на ваши 100-120 тысяч, и какая травма у вас, самое главное, стоит за этим. Потому что это всегда финансовая травма, и это травма родом из детства. Иногда бывает из юности, иногда бывает от бабушек, дедушек еще передается. Надеюсь, ответила на ваш вопрос про 100 тысяч. На сегодня все. Всем ромашек. Задавайте вопросы под этим видео. Всем хорошего дня. Запись будет в этом канале и на YouTube. Все. Счастливо. Пока.